Более ста вакансий для потенциальных соискателей. Кадровый голод в сфере здравоохранения Ненецкого округа существует не первый год. Решить его помогают приезжие специалисты, но лишь частично. Десятки рабочих мест в медицинских учреждениях региона продолжается оставаться свободным. В ком округ нуждается наиболее острый, какие плоды приносит работа по привлечению кадров, выяснила наша съемочная группа. Они возвращают нам физическое, а иногда и духовное развитие. Спасают наши жизни, вытаскивая порой с того света. Речь, конечно, идет о медицинских работниках. Кадровый дефицит здравоохранения, который существовал уже давно, существует и сейчас. Решить его помогают приезжие специалисты. Уже сейчас в Нарьинмар приехал врач-травматолог из Липецка и главный хирург из Архангельска. Но свободными до сих пор остаются 100 вакансий. В ком наиболее остро нуждаются жители, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в ком наиболее остро нуждаются округ из врачей? Как вы думаете? Да не знаю. Я так про себя, допустим, скажу. Ну, там интересная история вообще. Я две недели на больничном сидел. Ходил только, знаете как, анализы давать, куда только не посылали. Но я сам чувствую. У меня это остеохондроз. Обычный остеохондроз был. Меня только куда только не посылали. У нас нету травматолога нормального. Нету у нас эндокринолога один всего. Очередь к нему ужасная. УЗИ вот четыре месяца ждала, чтобы на УЗИ попасть. Всегда они помогали, что попросили. Обращались. Обращались. Всегда. Трудные минуты всегда получают. Очень хорошо всегда. Хорошие у нас и врачи, и медики. Все хорошо, нормально. Спасибо. Не приходилось мне, чтобы не попасть. Я иду так, и всегда как-то позвоню. Есть прием, есть. Мы особо-то и часто не ходим. Сегодня ситуация в сфере здравоохранения в округе складывается не лучшим образом. Зачастую попасть на прием или сделать необходимое обследование просто невозможно, ввиду отсутствия специалистов. Регион нуждается в специалистах по УЗИ-диагностике, лучевой диагностике, акушерах-гинекологах, педиатрах, оперирующем лоре и других врачах, а также в среднем медицинском персонале. В настоящее время нехватку кадров, возникшую дополнительно из-за летних отпусков, помогают решить врачи из Архангельска, согласившиеся на время заменить коллег в Нарьинмаре. В частности, в столицу НАУ приехали акушеры-гинекологи и неонатологи. Приезжают врачи-хирурги, несколько человек приехало, Архангельская, Архангельская область. Приехали акушеры-гинекологи из Архангельска, Архангельской области, из Коми. Приехали врачи-неонатологи. Спасибо большое, потому что помогают выхаживать нам младенцев наших. Приезжают врачи других специальностей. Также ряды людей в белых халатах пополнил бывший главный хирург Архангельской области Андрей Березин. Вернулся лор-врач, который уезжал из округа. В ближайшее время планирует приехать травматолог из Липецка. За пять месяцев жизни и работы в НАУ не было ни дня сожаления о приезде в регион. Делится впечатлениями молодой врач-анестезиолог-реаниматолог из Архангельска Виктор Захаров. Условия очень нравятся. То есть с февраля, как я приехал, еще не пожалел о том, что выбрал данное медицинское учреждение. Устраивает все. Устраивает и коллектив. Достаточно дружно меня встретили. Всему обучили, все показали. То есть освоился сразу же. Устраивает и заработная плата. И очень такой хороший момент – это компенсация за съем жилья. Тоже достаточно привлекает специалистов. Все мы приезжаем. Ну, многие приехали из других регионов, как вот я. И это очень такое хорошее подспорье. Меры поддержки для врачей, как архиважная задача по привлечению и сохранению кадров, обсуждалась и на последней перед депутатскими каникулами сессии. Речь идет о том, что врачами среднего медперсонала была предоставлена мера поддержки из нашего бюджета, которая компенсировала им часть затрат на поднаем жилья. В настоящее время мы решили данный вопрос оказания материальной помощи и компенсации в этом виде, в том числе и младшему медперсоналу. Ждут в Ненецком округе молодых специалистов. Как говорится, будущее за молодежью. По итогам ярмарки вакансий в Северном Арктическом Федеральном Университете 11 студентов-медиков, обучающихся на пятом и шестом курсах, изъявили желание приехать после получения диплома в Ненецкий округ. Кроме того, больница сотрудничает с Министерством здравоохранения Российской Федерации и информация о вакансиях в Ненецком округе будет направлена по линии ведомства «Медицинские вузы страны». Работа активизирована. Ждем результатов.